Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вас приветствую на своем канале PR Tele100, где я провожу обзор различных фильмов, как новинокинематографа, так и фильмов, которые вышли достаточно давно. Именно так я всегда начинаю свой обзор различных фильмов. Сегодня я вам расскажу о фильме Перелом, который вышел в 2007 году в Соединенных Штатах Америки. Режиссером его являлся Грегори Хаблин, в главных ролях Энтони Хопкинс, неподражаемый актер, очень известный, который снимался в различных фильмах психологического характера. Райан Гаслинг и Дэвид Страйтерн. Надо сказать, что фильм можно опубликовать как криминальную драму, семейный детектив, может быть отчасти триллер. В общем-то, фильм с трагическим началом и не менее трагическим концом. Конечно, это далеко не комедия, никаких здесь таких страстей больших вы не увидите, но это глубокий психологический фильм с различными вариантами и вопросами, которые возникают после просмотра данного фильма. Суть очень простая, что показывают семейную пару, уже пару в возрасте, между супругами большая разница. Этот фильм похож на тот фильм, обзор которого я не так давно видел, делал идеальное убийство. Тоже выпущен сегодня на штатах Америки. И, значит, супруг, которого сыграл наш неподражаемый актер Энтони Хопкинс по фильму, его зовут Тед Крауфорд. Он хладнокровно убивает свою жену, которую он неоднократно и сам видел, в общем-то, это очевидно, которая изменяет ему с молодыми любовниками. Он убивает ее, после этого, значит, глядя в глаза и признавшись ей любви, между прочим. После этого он переодевается, моется, создает ту картину, которая ему нужна в дальнейшем, если кто-то будет смотреть фильм, он поймет, для чего он это все сделал. Создает картину, вызывает полицию и сдается в полицию. На суде он отказывается от адвоката, он говорит, что будет защищать себя сам. И в начале судебного заседания, уже на первых, в общем-то, судебных заседаниях, он говорит, что, вы знаете, я хочу не очень сильно во всех этих юридических тонкостях, формальностях и так далее, мало во чем я разбираюсь, но я хочу заметить один важный факт, что вот меня вы взяли, все это хорошо, множество улик здесь там и так далее, но вот как назвать то, что при моем задержании первые допросы проводил человек, который имел сексуальный контакт с жертвой, он имеет в виду свою жену. И вот это был переломный момент, только начавшись судебное заседание, вошло в ступор. Этого факта не знали те люди, которые, в общем-то, ну, субъятом, допустим, прокурором, помощник прокурором, вот так далее. То есть, в общем-то, фильм достаточно интересный, с интригующим сюжетом, психологический. Наш главный герой, он не такой простой парень, и все это сделал он абсолютно, абсолютно без эмоций, плоднокровно, он это все продумал, рассчитал. Там, значит, следствие, оно долго бьется над проблемой, а куда же он делал оружие, не выходя из этого дома, она была застрелена, эта жена. А он точно не выходил, там множество камер, свидетелей и так далее. Где же вот, куда же делся пистолет? Они его искали, искали, и, в общем-то, разгадку всего этого дела вы найдете в фильме, его посмотрев. Хочу повториться, что фильм психологического характера, очень интересный. Как и многие другие фильмы с участием нашего неподражаемого Энтони Хопкинсона, рекомендую вам его к просмотру. Вот. Не хочу говорить, что он очень там ужасный, тяжелый, ничего там такого, на мой взгляд, тяжелого и ужасного нету. Он очень-то такой насыщен, насыщен умственной информацией, то есть он будет постоянно вас вести. Сюжетная линия такая, что вот она не оставляет вас ни на минуту в покое, и вы постоянно находитесь в каком-то небольшом, но напряжении. Вот. На этом, пожалуй, заканчиваю обзор фильма. Рекомендую, как еще уже раз мы вам говорим, на просмотру. Хочу поставить ему очень высокую оценку этого фильма. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До новых встреч!